Власть живет иллюзией властной деятельности, оппозиция иллюзией оппозиционной деятельности, а народ — иллюзией мирной, спокойной жизни. Об этом написал член группы альтернативных проектов Ваги Аганисян. На коллективном и индивидуальном уровне мы построили наш мир иллюзии и не видим, что турок находится в нашей стране, на подступах к Джермуку Сёвану закрывает единственную дорогу, связывающую нас с Арцеахом. Мы вместо того, чтобы предотвратить катастрофу, вошли в придуманную нами убежище и ждем катастрофы. Как дети. Мы живем в экстремальных атомизированных условиях, никакого общего представления, никакого общего видения. Главный иллюзионист страны отделился от всех — государственной системой, членов команды. Лишь периодически заявляет, что опасность велика и снова будет катастрофа. Но иллюзия уже настолько масштабна, что к этому никто не прислушивается. Мы даже не заметили, что после пяти тысяч жертв в сентябре у нас было еще двести жертв всего в трех часах езды от Еревана, и еще глубже закутались в свои иллюзии, а теперь празднично украшаем улицы. Нам по инерции продолжает казаться, что есть зона безопасности, состоящая из семи районов, или есть другие гарантии безопасности. Мы ведем иллюзорные переговоры, внешнюю политику. Мы иллюзорно считаем, что кто-то за нас решит наши проблемы. И наконец, мы находимся в самой опасной иллюзии, что от нас больше ничего не зависит. Это кровавые, ведущие к катастрофе иллюзии, от которых нужно избавляться любой ценой. Когда целое государство, целый народ отрывается от реальности, значит, будет катастрофа. Острая жизненно важная задача, вывести нацию или хотя бы ее сознательную часть из этих иллюзий, вернуть в реальную жизнь. Это правильное содержание нового лидерства. Больше нет водораздела на наши и ваши. Мы должны выйти из иллюзий, чтобы принимать правильные решения. Все, у кого есть способность думать, являются товарищами по команде. Так почему бы не создать эту команду? Написал им.